С нами нападающий хоккейного клуба «Намат» Самат Даньяр. Самат, я поздравляю вас с чемпионством. Отличная серия, отличный сезон. Как прокомментируете сезон? Ну, сезон был такой, двоякий, да. Мы, ребята, подключились в плей-офф. Не весь сезон играли только в плей-офф. Но команда хорошая. У нас сначала была боевая такая, и мы все знали, что мы победим. Верили в это. За счет чего удалось переломить ход игры против «Хумо»? Ну, думаю, у нас вратарь хорошо подтащил, да, Андрей Шутов. Он нас много раз оставлял в игре. И мы где-то забили свои моменты, и за счет этого, думаю, и переломили. А как планируете праздновать чемпионство? Сейчас узнаете. В «Хумо» Тушкент весь узнает, как мы будем праздновать. Поздравляю, спасибо большое за интервью. Игорь, несмотря на результат, отличный сезон, классная команда сформировалась за это время. Как прокомментируете? Ну да, в целом, наверное, успешный, да, удачный сезон, да, для команды. Потому что была большая пауза после пандемии, и, можно сказать, с нуля команда, да, собиралась. Вот, поэтому в начале были шероховатости, да, потом вроде по сезону более равномерно шли, да. И плыв-офф неплохо начали, и так уверенно играли, вот. Ну, попались на хорошего соперника, да, грамотного соперника, вот. Не смогли забить гол, который, наверное, мог бы перевернуть эту игру в матч. Не только сегодняшнюю, предыдущую, вот. Поэтому надо, что, сделать анализ, сделать выводы, да, этим займется тренерский стаб, наверное, генеральный менеджер. Я не знаю, как там, на следующий сезон, где будет команда, там, как будет складываться, как формироваться, нам еще ничего не говорили. По горящим следам сейчас тяжело делать выводы, да. Ну, хочу сказать огромное большое с нашим болельщикам, да, сегодня было 7500, да, и люди, надеюсь, люди полюбили хоккей, да, в Ташкенте. И следующий сезон, с самого начала будет большая посещаемость, и еще больше будет популяризация хоккей в Ташкенте. Да, я очень надеюсь на это, то, что со следующего сезона уже люди будут привыкшие к этому хоккею, потому что мы в этом году сделали огромную работу. Хочется узнать ваше мнение, чего не хватало, чтобы выиграть этот финал? Ну, тут много маленьких, да, таких, наверное, каких-то нюансов, может быть, ну, наверное, мы не переиграли в вратарях, да, соперника, мы не нашли ключ, да, не нашли, как там правильно действовать, чтобы, да, забить ему, забить ему хотя бы один гол, особенно про последние игры, да. Вот, может быть, вторая игра домашняя, да, немножко на основном, наверное, больше, наверное, мое мнение, это вот третья игра, когда овертайм, да, был, у нас было очень много. Да, ну, я не скажу, что это переломило, немножко, не скажу, что где-то, не скажу, что затряслись, но где-то, вот, наверное, что-то где-то перевернулось и немножко уверенность ушла, вот. Вот, может быть, это, я не скажу, что у команды была самоуверенность, этого не было, да, потому что хорошая команда на маты, и в сезоне мы играли бы, да, тяжело, и они там немножко ребят взяли из Бориса, да, то есть хорошая, грамотная команда была, вот, поэтому это финал, это игра, это кто-то должен победить, кто-то проиграть, вот, поэтому, ну, значит, это еще дополнительная мотивация будет для всех нас, вот, посмотрим. Не буду спрашивать насчет команды, спрошу лично у вас, какие планы на следующий сезон или на ближайшее время? Честно, в планах в голове сидело, что хотел выиграть кубок в этом году, да, и, наверное, спокойной душой закончить, да. Сейчас какие-то мысли такие непонятные, да, и болельщики говорят, не надо, то есть, не знаю, пока... Может быть, и правду не надо? Ну, надо будет много факторов совместить, да, сопоставить, сейчас немножко нужно отойти от сезона, отдохнуть, потому что все-таки мне уже не 30, да, 39, вот, все это перенести, немножко переосмыслить, понять вообще, что за... Опять же, если я останусь, да, в моей семье сделаю предложение клуб, мне нужно понимать будет, что за команда будет, да, что за контракт, потому что мне придется перевозить сюда всю семью, и немножко это будет накладно, вот, поэтому... Все переосмыслим, переговорим с генерал-менеджером, с главным тренером, хотят они, не хотят, и по совокупности всего этого, наверное, уже приму решение. Последний вопрос, точнее, не вопрос, а, скорее всего, сделайте обращение к Ташкенту, прокомментируйте свой первый сезон в Ташкенте, как он прошел, и обращение, наверное, к болельщикам. Ну, наверное, для себя, да, не сразу приехал, да, в команду, немножко, немного позже приехал на сборы в августе, да, вот, сразу было видно, хорошая организация, да, то есть в Минске были хорошие сборы, мы сюда прилетели, я знал, что здесь за инфраструктура, да, поэтому могу сказать только слова благодарности, да, и городу, и площадке, и раздевалке, да, сюда приятно приходить, сюда приятно приходить тренироваться, работать, да, то есть условия, все условия созданы для того, чтобы команда росла и росла, да, и, понятно, не знаю, слова благодарности только болельщикам, потому что, на самом деле, первый месяц-два, наверное, да, там полторы-две тысячи ходил, да, не более, да, после этого, когда начались победы, началось, на Ташкент начал жить, да, видно, что начал жить хоккеем, с каждой игрой у нас было и больше, больше, да, и спасибо им огромное, на плей-офф приходили, да, болели, в поездки ездили, да, приезжали, после игр стоят, ждут, там, сфотографироваться, это, конечно, большая мотивация и приятно, и для каждого хоккеиста, я думаю, да, многие, наверное, там, ребята, особенно кто-то моложе, они этого и не видели никогда, поэтому слова позитива только, да, хороший получился сезон, да, очень жалко, что немножко не хватило нам, да, чего-то, да, но как раз это дополнительная мотивация, чтобы исправить эти ошибки и в следующем году добиться того, что поставит руководство, а руководство поставит одно, это кубок. Спасибо.